Сейчас хотим вам показать, как формировать изгиб льдей в ленточной технике. До этого было видео ручная техника, а сейчас ленточная. Снимаем реснички с ленты до залома, затем переставляем наклейкую часть где-то до половины. Хочу обратить ваше внимание, что липкость, на которую посажены ресницы, бывает также разных размеров. Липкость может составлять от 1 миллиметра до 3 миллиметров, сейчас липкость ленты составляет 1,5 миллиметра, то есть это считается не очень высокая линия. Вот так выглядят наши пучочки, так мы их формируем. Давайте покажу вам еще ближе ракурсе. Реснички мы стараемся брать, сначала ты брала восьмерочку, девяточку, затем десяточку и сейчас взяли 11. Не раскрывайте очень сильно пучки, то есть при перехвате вы можете их сделать более деликатными. Такая для вас небольшая хитрость, что в изгибах с заломом не должно быть слишком большое раскрытие. В таком случае вы сможете сделать ресницы более однонаправленными и красивыми. Если же мы делаем очень большое раскрытие, ресницы будут немного лохматыми и будет сложно соблюдать однонаправленность, красивое направление реснички. Вот так должен выглядеть ваш пучок. Покажи пожалуйста на белом его. Теперь хотим продемонстрировать, как снимать пучки с ленты. Сейчас мы их наформировали, теперь мы будем снимать и ставить наши пучки на клеевую точку. Клеевая точка сохраняет пучок в таком положении, в котором вы его сняли. То есть это как такая небольшая подзаготовка пучков, либо я их еще называю тренировочные коврики. Снимаем реснички, снимаем их выше залома и как вверх и на себя. Затем устанавливаем. Снимаем пучок. У нас деликатная, красивая получается ножка. Если у вас где-то получилось в ножке расхождение, она разбежалась, вы можете ее поправить с помощью клея. Снимаем пучок и ставим его на липкий коврик. Снимаем пучок и у нас остался пучок. Перехватываем пучок. Так, давайте еще раз. Давай еще раз, и я подробно расскажу, как делать правильно. Итак, берем, захватываем прядь. От трех до четырех ресниц. Снимаем реснички как вверх и на себя, плавным движением. Устанавливаем на липкую часть чуть больше, чем средина, то есть чуть дальше срединки. И стараемся делать раскрытие не очень большим. Если сделали слишком большим, пинцетом корректируем, чтобы при снятии у вас пучок не был очень распахнутым. Сюда ближе подводи. Получаются вот такие вот пучки. Пинцетиком как проезжаете по ножке, таким образом вы раскрываете каждую ресничку. Затем перехватываете выше залома и снимаете пучок. Вот такой у вас получается пучок. Надеюсь, это видео вам было полезно. Пользуйтесь изгибами и заломом. Я тоже сейчас использую на себе именно этот пучок. Очень красиво выглядит. Ресницы из качественного полотна, поэтому рекомендую вам попробовать. Это наша новинка. Очень открывает хорошо глазки, приподнимает нависшие углы. И ждем ваших отзывов. Всем пока-пока. До скорых встреч в новых видео.